Далеко не все в Питтсбурге рады прибытию президента Трампа сюда в связи с этой трагедией. И в первую очередь это связано как раз с его отношением, а точнее отсутствием осуждения с его стороны к националистам, к сторонникам превосходства белой расы, то есть к всем тем, кто в общем-то все эти годы президентства так и не услышал с его стороны каких-то серьезных слов осуждения. Это, в общем, известный факт. Были даже призывы со стороны израильских общественных деятелей сначала к Трампу, сначала, так сказать, отмежеваться от этих людей, а потом уже приезжать. Но, тем не менее, этого не прозвучало, а люди здесь просто считают, что это не тот человек, который поможет им пережить эту трагедию. Накануне вот здесь, около возникшего рядом с синагогой траурного памятного мемориала мы пообщались с людьми, спрашивали их как раз о том, что они думают по поводу этого приезда, а также по поводу того, поможет ли визит Трампа и его жены преодолеть эту трагедию. И вот предлагаю послушать, что люди отвечали, встретить явных сторонников прибытия президента, тех, кто рад этому. Нам здесь, около этого мемориала, не удалось. Я не думаю, что это поможет. Я знаю, что многие жители Питтсбурга не хотят, чтобы он приезжал. Наши силы правопорядка заняты поддержанием мира после случившейся трагедии, и не время отвлекать их от этого на обеспечение его безопасности. Я думаю, это эгоистично с его стороны приезжать к нам в такое время. Я думаю, что президент должен реагировать на трагедию. Это его работа, независимо от того, хотят этого члены семей или нет. Это работа президента – участвовать в жизни страны. И если он чувствует, что должен приехать, значит, ему лучше приехать. Я думаю, это поможет некоторым людям, но не всем. Вы знаете, соболезнования Трампа никогда не производили впечатление искренности. Надеюсь, понимаете, что я имею в виду. Особенно, если вспомнить, что взгляды парня, который это сделал, могли стать более радикальными под воздействием людей из того же лагеря. Я имею в виду Трампа, его сторонников, республиканцев, людей правых взглядов, белых националистов, сторонников превосходства белой расы, всех на той стороне политического спектра. И всё, что он уже сказал или скажет, вряд ли поможет в этой ситуации. Я думаю, чтобы пережить эту трагедию, нам надо объединиться как американским гражданам. И я не думаю, что президент Трамп способен нам сейчас в этом помочь. Ром, напомню, что буквально сразу после того, как президент объявил о своём желании приехать, это было, если я не ошибаюсь, в первый же день после трагедии, мэр Питтсбурга призывал его не приезжать хотя бы до того, как не похоронят всех погибших. И сегодня процесс похорон начался. Сегодня, вот в данный момент буквально хоронят Джерри Рабиновича и Дэвида и Сесил Розенталь. Одному из них было 66 лет. Два брата, им было 59 и 54. Напомню, что Дэвид Розенталь – это самый молодой из погибших в этой синагоги в результате расстрела. Но, тем не менее, сегодня хоронят только троих. Остальных будут хоронить позднее. И получается, что и, в общем, эту просьбу Дональд Трамп не заметил.